приветствую всех сегодня речь пойдет о такой станции паяльной станции станция можно сказать своем роде неплохая недорогая ну сегодня речь пойдет не о самой конкретной станции до мадис модификации модифицированные в своем роде чтобы вот она не перегревалась не выходила из строя а проработала как можно бой дольше и больше вот такая доработка была конечно это у меня это первая версия была тогда когда я сделал из картон очки вырезал поставил микро переключатель из от советского магнитофона там где видно наверное пластинка медная переключает нажимать на клавишу как для чего это нужно это нужно например к ну что сейчас производим мы разборку покажем внутреннюю часть в ней сложности нет правда там никакой что там установлен так сейчас данный момент у меня происходит разборка так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот эти шайбы, гаечки были подложены под гнездо саморезов или болтов. Тем самым как бы забор отсюда потока воздуха для кулера. Мы не стали его сверлить, высверлить какие-то отверстия. Просто он с одной стороны берет, с другой стороны выдувает. Все нормально остужается, ничего нормально происходит. Вот был добавлен здесь радиатор. Я сейчас не помню, возможно тут его вообще не было. Или он был, но маленький. Так как прибор при включении сильно перегревался, что мог выйти из строя. Точно и в том же транзисторе тоже был добавлен радиатор. Ну и тем самым естественно вот установлен кулер. Как этот кулер взятый с какого-то компьютера. Может видеокарта, я сейчас точно не помню. Ну он был приклеен корпусом в трансформатор. И где-то здесь в какое-то прикосновение на плате. Ну и еще дополнительно был установлен еще один трансформатор. Такой ювелирный, хороший. Тоже понижающее напряжение переменное. Включен он был в сеть. При включении всего питания одновременно включается и это питание. В смысле подается на трансформатор. Переменное понижающее напряжение подается на плату. Диодный мостик. И по окончании, где установлен конденсатор. И после этого конденсатора уже идет питание чисто напрямую. Например, минус идет на сам кулер. А плюс идет вот как раз через эту кнопку и через сопротивление. Сопротивление имеет в своем роде 100 Ом. Как бы проверял я бропал и другие сопротивления ставить. Но мне как-то больше это понравилось. Он вращается нормально, даже если в отключенном состоянии. В смысле кнопка в отключенном состоянии. Вот сейчас я покажу, как это происходит. Ну кулер я не буду включать. Ой кулер. Термофен я не буду включать, как бы это не обязательно. Всем понятно, что он включается. Бывает правда вот этот тундер у меня старый советский. Он уже немножко барахлит. Вот сейчас он нормально включается. А бывает западает, не могу его включить. Просто надо его отремонтировать. Его можно отремонтировать. Так, вот я сейчас включаю. Просто питание. Видите, он сейчас у меня на максималку крутится. Так как кнопка когда отжата, получается контакт сомкнут. И он на максимальную скорость вращается. Это тем самым вроде бы берете термофен. И начинается как раз обдув хороший. А вот уже когда вы кладете, уже не пользуетесь, кладете его. И у него происходит размыкание этой кнопки по контактам. И тем самым это напряжение идет через сопротивление 100 Ом. Видите, он вращается медленнее. Но тем самым все равно производит охлаждение. Ну что, если кого заинтересовала такая версия обдува. Кстати, на ютубе я как-то ни у кого не замечал такого почему-то. Идем дальше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok